всем привет дорогие друзья начинаю свой очередной отсчет сегодня не с крымского моста а возле крымского моста сегодня у нас 4 сентября 2017 года снимал я это вчера вечером 7 часов вечера и начнем мы от шгс как мы видим сейчас видите какая пробка сделано в чем направление в сторону там они закрыли и пустили движение реверсное сделали движение на одной стороне дороги видите вот столбики поставили на разделительный и машины едут сделали этот потому что как и обещали после 1 сентября началась укладка третьего слоя асфальта на подъездах к мосту с 9 километра до моста будет уложена уложен третий слой асфальта поэтому и идут такие работы ну сейчас решил я вот от шгс до теплотрассы вот эту часть показать здесь идут очень активные работы много всего разного есть чтобы рассказать и показать но это вот городок строителей видите непосредственной близости прям от производства работу находится так вот сейчас мы глянули коротенько на него ну и посмотрим что у нас здесь здесь мы видим вот сейчас непосредственно отсыпают насыпь где пойдет железная дорога вот она видите определились раньше мы уже гадали как на кофейной гуще где где она будет ну сейчас уже вот четко видим контуры это мы смотрим с вами район досмотрового центра вот он вдалеке а за ним как раз строительная техника базируется стоянка и и на ночь там оставляют вот она вроде как и под охраной там и вот стройматериалы там эти катушки с кабелем это вот район как раз досмотрового пункта но мы еще сейчас так общим планом поподробнее потом еще рассмотрим его теплотрассу петлю разворотную все это сейчас мы посмотрим как говорится на общем плане а потом разберем более подробно более конкретно ну вот такие вот виды море район нижнего солнечного видим мы и вот по дороге пылит камаз или какой-то там самосвал там может может быть масс здесь работы идут активно давненько мы сюда с вами как я уже сказал не заглядывали ну и сейчас посмотрим вот сейчас мы уже вдалеке видим в лес левой стороны теплотрасса идет от теплотрассы вправо где-то метрах 100 теплотрассы будет находиться железнодорожный вокзал керчь южная вот солнечный вот она разворотная петля готовит ее видите вот отсыпано уже насыпи стакада над автодорогой будет уже опоры там практически готовы ну поближе посмотрим еще как я отвлекся сказал что от теплотрассы в правую сторону метров 100 от теплотрассы будет находиться железнодорожный вокзал керчь южная вот вот у нас сама теплотрасса и вот в этом районе будет железнодорожный вокзал смотрим что у нас теплотрассы ее вырезали видим уже начинают делать переход над железной дорогой вот поближе потом посмотрим автоэкран стоит и здесь работы тоже идут по аналогии как сделан переход теплотрассы на автомобильной части дороги также будет и над железнодорожный составляющей такой же переход ну а видите да пробка все еще не рассасывается машину вот еле ползут там в район девятого километра вы представляете если б летом это было но специально все так и было задумано после первого сентября делать потому что потом то же время не будет время придет пускать грузовые машины на мост ну а надо третий слой сделать ну и вот подду более подробно давайте смотреть это вот разворотная петля будет здесь в районе досмотрового комплекса смысл в чем потом как говорят в плану сделайте здесь полноценную развязку для съезда и въезда на мост ну пока только разворотные стаканы видите вот опоры уже готовы с той стороны дороги уже опоры и устойная опора и вот эти промежуточные опоры этого давно была готова еще до сдачи автомобильной части предусмотрительную сразу построили и теперь когда сейчас опоры скором времени будут готовы только надо будет кидать железобетонные пролеты на них но это будет делать скорее всего ночью когда самый минимальный поток машину выберут время там обычно меньше машин когда между тремя и четырьмя часами утра закроют там поставят кран закроют минут на двадцать на тридцать кинут балку и откроют и так вот сколько там будет по проекту балок будут так вот потихонечку кидать 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 я так думаю всегда так делали чтобы не нарушать движение вот и сейчас вот повнимательнее посмотрите здесь все также ригель колонны ригель под ферменники ну а вот она собственно сама петля ведь отсыпана уже там уже краны работают уже что-то делают там по бокам вот она заходит машина на досмотровый пункт мы его кстати тоже поближе и поподробнее рассмотрим ее проверяют если что-то там не нравится запрещено на эту петлю на разворот и на 9 километр ее так что вот на трасса идет сама поподробнее и вот через нее и железнодорожные я имею ввиду здесь будет железнодорога идти и вот железобетонные конструкции видите стоит это будет скорее всего переливы водоотливы под железной дорогой проходить сколько земли переворочили гляньте какие масштабные здесь тоже грандиозные работы идут вот вдалеке строительство досмотрового комплекса разворотная петля ну и вот давайте поподробнее поближе посмотрим мы на строительство эстакады под теплотрассу в отдаленном будущем эту теплотрассу будут демонтировать ну пока еще об этом рано наверное говорить пока она действующие так что скоро сентябрь-октябрь отопительный сезон в октябре уже в конце октября начнется когда там 8 градусов три дня подряд по стандартам средняя температура на улице и тогда включают подают тепло в дома ну а здесь мы видим да вот переход уже делают здесь вот опоры лэп тоже лежат тоже будут там что-то перекон переделывать потому что и лэп идет вдоль теплотрассы ну и переходим мы вот досмотровый пункт вот где флаги развиваются это непосредственно пост гаи тут гаишники стоят потому что как вы понимаете транспортная инспекция не имеет права останавливать машины и проверять документы только сотрудники мвд это кстати вам на будущее кто не знал этого а то некоторые пользуются этими могут только сотрудники мвд могут проверить у вас документы и остановить ваш автомобиль и потом со времени так понимаю предложить вам если нужно пройти до осмотр ну вы легковые машины не досматривают это вот видите вот как раз вот стены бетонируют это здесь будет стоять рентгеновская установка фуры будут заходить она будет светить ее фуру и с другой стороны она выходит и погнали на таманском берегу это в более готовом виде уже видим мы вот она по дороге уже ездит техники ездит техника для укладки асфальта ну а вот мы ближе смотрим вам это вот строительные материала транспорт стоит строителей здесь это вот район досмотрового пункта видите полевомоечная машина там воду привезли на ну и вот вдалеке вот они синие вагоны это вот собственно сам досмотровый пункт сюда заходит автобус вот в районе где стоит машина проходят автобусы останавливаются люди выходят и вот они двери вот сюда они заходят вот белая вагон этот белый туда заходят там стоят рамки проходят через рамки выходят с другой стороны садятся в автобусы и погнали дальше на мост выезд вон он где красная машина стоит здесь выезд и на дорогу и погнали ну здесь видите строительная техника эту полосу он подметают там все готовит ее под укладку асфальтобетонной смеси третьего слоя ну а здесь видите какая пробочка сразу нарисовалась вот и фура пошла не фура вот длинномеры на мост вот он видите столбики вот стоят со стороны слева это направление было крымская вот по нему сейчас реверс сделали и едут машины смотрите на крым сколько машин на тамань пустой пустая полоса на крым плотненько так а вот это будут асфальтировать вот хорошо мы видим знак видели вон он знак съезд впереди на другую сторону как обычно ставит ну а сейчас мы с другого ракурса красивый ракурс посмотрим как нас он на самом собственном мосту с пробками дело обстоит ну здесь все нормально вот там придется потолкаться конечно на подходах ну это временно я думаю они специально так сделали раньше планировалось вообще вот вы смотрите пока я расскажу планировалось по одной левой полосе в каждом направлении закрывать и асфальтировать это мне кажется больше неудобства то они сразу прям одну сторону у нас чистят разметку и идет асфальтоукладчик он как раз по ширине двух полос у них есть там вадовцы так делали всегда и это гораздо быстрее будет правильно такое приняли решение конечно согласовали его с руководством строительства руководит руководство строительства там сгиб д д с прочими структурами и все это дело ну а видим опором и да как мы уже говорили с вами пять опор осталось с этого ракурса морской стапель только мы с торца увидели вот а это вот по кривой как раз вот она одна таманское направление стоит уже на 274 опоре здесь 275 плюс немного еще крымское направление пока никаких изменений нет ну здесь я снял этот кусочек если честно говоря посмотреть как движение на дороге на подходах мы с вами видели на это вот на самой на дороге говорю на самом мосту нормально все таманскую сторону мы с вами тоже скоро увидим там что у нас там творится вот так немного мы дошли до стапеля ну и вернемся обратно и на этом другие дорогие друзья будем потихонечку заканчивать вот общий план красиво как это вечерний мой с вас подсветочка моста солнце садится и вот в этом свете как раз самый такой красивый ракурс вот видите и все равно в крым идет машин больше чем из крыма хотя уже и школьный сезон начался школа у детей ну это радует на этом все дорогие друзья за очередной свой репортаж заканчиваю кому понравилось видео подписываемся на канал и ставим лайки кому не понравилось сделаем то же самое до скорых встреч в новых видео до свидания дорогие друзья